Что значит статистический показатель 6сигма? Как определить 6сигма в ваших процессах? Как на практике использовать 6сигма? Сегодня поговорим о статистике в управлении. И вы поймете, что это совсем не сложно и очень помогает в принятии управленческих решений. Разберемся на примере со всеми формулами. Будет интересно, посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина! Меня зовут Сергей Лити. Я консультант по развитию производственных систем. Спасибо, что смотрите канал Лити Про. Я прошу поддержать его развитием. Это очень просто. Подпишитесь на него, поставьте лайк и сделайте репост этого видео, если оно вам понравится. Уолтер Шухарт, а затем его ученик Эдвард Деминг ввели в обиход такое понятие, как статистическое мышление. Это основанные на теории вариабельности способы принятия управленческих решений. Вариабельность, вариативность присуща любому процессу. И 6сигма как раз дает более полное понимание природу вариабельности, что в свою очередь существенно обогащает инструментарий менеджеров. Для описания подхода я буду использовать пример. Посмотрите на эти данные. На графике представлены значения по 20 замерам. Это может быть выработка смену или время выполнения каких-то работ. Это не важно, могут быть любые метрики процесса. Хорошо, мы собрали данные, но как их интерпретировать? Какие выводы мы можем сделать? Что из этого графика следует? Интересно, что предложите вы? Чаще всего вспоминают про среднее значение. Отлично. Вполне рабочий показатель. Но у него есть ряд очень очевидных рисков. Посмотрите на эти три графика в сравнении. Вы видите, что у всех трех графиков среднее значение одинаково. При этом состояние процессов на каждом из графиков очень отличается. Первый график отражает менее стабильный процесс, нежели второй. Видите, как на втором графике процесс более прижат к средней линии. Он более стабильный. В нем меньше всего отклонений от средней. Третий график отражает крайне нестабильный процесс. Амплитуда колебаний очень высокая. Можно сделать вывод о том, что анализ по средним значениям не может отразить статистическую стабильность процесса. Что же делать? Как делать оценку вариабельности процесса? Возможно, следует рассчитать размах колебания. Максимальное и минимальное значения, которые встречаются в процессе наблюдения. В моем примере максимальное значение равно 70, а минимальное 36. Но этого недостаточно, как делать вывод всего по двум точкам статистического ряда неверно. Тогда напрашивается идея о том, чтобы рассчитать некоторый средний размах. Понять, насколько в среднем отклоняется значение выборки выше и ниже средней линии. Бинго! Такой размах будет давать большую информативность для анализа. И в статистике называется среднеквадратическое отклонение или сигма. Сейчас на экране вы видите формулу сигма. Я пока не буду ее озвучивать. Лучше мы с вами пройдем пример ее расчета. И там по ходу я все разъясню. Итак, у нас есть 20 значений. Ну, например, выработки смену в тоннах, полученных при наблюдении за процессом. Средняя величина которых составляет 54,9 тонны. Отклонение по каждому индивидуальному значению сейчас представлено на экране. Например, в первую наблюдаемую смену выработка составила 42 тонны. И это было на 12,9 тонны меньше среднего значения. Во вторую смену выработка составила 58 тонн. И это на 3,1 тонны больше среднего. Ну и так далее. Обращаю внимание, что среднее отклонение равно нулю. Так как положительные значения при суммировании с отрицательными значениями всегда будут нас приводить к нулевому среднему значению отклонения от средней. Нужно как-то купировать взаимное явление плюсов и минусов отклонений. Одним из возможных способов является такой. Нужно возвести значение отклонения в квадрат, а затем извлечь корень. И вуаля! Все отрицательные значения становятся положительными. А положительные значения никуда не деваются, остаются сами собой. Давайте посмотрим пример. Ну по первой смене. Значение у нас 42 тонны. Минус 54 тонны среднее значение. Это даст отклонение минус 12,9 тонны. Затем мы 12,9 тонны возводим в квадрат и тут же берем из него корень. Получаем значение 12,9 тонны. Уже без всякого минуса. Если значение отклонения положительное, как это во второй смене, где вырвутка составляет 58 тонн, при среднем значении 54,9 тонны, отклонение плюс 3,1 тонны, возведя который квадрат и вычислив из получившегося корень, получим 3,1 тонны. Пока все просто. Таким нехитрым действием мы можем считать отклонения от средней без учета минусовые значения. Сумма квадрата всех отклонений в моем примере составляет 1515,8 тонны в квадрате. Если мы разделим полученную сумму на 20, именно столько значений в нашей выборке, то получим средний квадрат отклонений 75,79. Эта величина в статистике называется дисперсией. Мерой разброса значения случайной величины относительно ее математического ожидания, ну или средней линии. Есть важный нюанс в расчете дисперсии. Сейчас вы видите, что сумма квадратов отклонений делится на величину выборки. Это значение у меня равно 20, то есть у меня 20 значений в этой таблице. Так вот, статистики деления на количество значений в выборке можно определять только если эта выборка окончательная, или, как говорят, генеральная выборка, то есть больше в эту выборку ничего попасть не может. В ней все возможные значения. Если данные берутся выборочно, из генеральной выборки мы берем какое-то значение отдельное, или, возможно, новое значение по мере накопления фактических данных, то деление уменьшается на одну единицу. То есть в расчет принимается не весь объем выборки 20, а значение n-1, то есть 20-1. В примере выборка не является генеральной, так как статистические данные будут еще поступать. То есть дисперсия будет равняться уже 79,8. Окей, если из дисперсии взять корень, то мы получим среднее квадратическое отклонение или сигма. В моем примере она составляет 8,93 тонны. И это значит, что среднее колебание выборки в смену составляет 54,9 тонны плюс-минус 8,93 тонны. Даже эта величина является диагностичной. Чем меньше значение сигмы, тем меньше колебания в процессе. У меня к вам просьба. Поддержите развитие канала Литяпро. Это очень просто. Подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост. Спасибо. И это еще не все. Значение среднее квадратическое отклонение дает несколько очень важных аналитических возможностей. Это рассчитать вероятность попадания значения в определенный диапазон. Сейчас все объясню. Для иллюстрации я хотел бы познакомить вас с еще одним инструментом статистического анализа. Это гистограмма распределения частот. Это график, в котором отражается как часто за наблюдение значения попадать в тот или иной интервал. Например, значение выработки в смену от 36 тонн до 42,8 тонн было два раза. Это 42 и 36 тонн. Посмотрите на данные. В гистограмме отражается это значение 2. Значение от 40,8 тонн до 49,6 тонн было четыре раза. Это два раза по 45 тонн, 49 и 48 тонн. Таким образом, гистограмма отражает, как часто значения попадали в тот или иной диапазон. Сама форма гистограмма диагностична. Впрочем, в этом видео я не рассказываю, как строить диаграмму распределения частот. И сосредоточимся на сигма, на среднеквадратическом отклонении. Статистически доказано, что в случае нормального распределения полученных значений, если от среднего значения отнять или прибавить одну сигму, то вероятность попадания значения в этот интервал составит 68,27%. Вернемся к примеру, среднее значение 54,9, прибавим 8,93, получим округленно 64 тонны. Среднее значение 54,9, отнимем 8,93, получим округленно 46 тонн. То есть, с вероятностью 68,27% мы можем предположить, что минимальная выработка смены состоит в 46 тонн, а максимальная 64 тонны. Если к среднему значению прибавить 2 сигмы, то вероятность увеличится до 95,45%. В нашем примере размах по 2 сигмам составляет от 37 до 73 тонн смену. Еще раз, размах 4 сигмы составляет от 37 до 73 тонн. Выработки в смену с вероятностью 95,45%. В случае прибавления по 3 сигмы, вероятность растет до 99,73%. В моем примере мы можем ожидать выработку смену от 28 тонн до 82 тонн с вероятностью 99,73%. Таким образом, мы можем определить границы доверительного интервала и вероятность попадания в этот диапазон значения. Если к анализу принять верхние и нижние границы нормы, то это будет интересно трактовать. Очень интересно. Например, нормативный допуск по выработку смену составляет от 45 до 65 тонн в смену. Как видно из графика, доверительный интервал не вписывается в нормативные границы. Имея статистический навык анализа, мы можем рассчитать вероятность попадания в такой интервал. И он составляет 73,7%. Вероятность того, что выработка будет меньше 45 тонн, составляет 13,4%. А то, что больше 65 тонн, 12,9%. Если же нормативный допуск шире доверительного интервала, то вероятность попадания в него будет очень высокой. Больше 99,73%. В моем примере, если нормативный допуск составляет от 25 до 85 тонн в смену, то вероятность попадания в него составляет 99,92%. Таким образом, значение плюс-минус 3 сигмы от средней, это также иногда называют 6 сигма, может дать важную характеристику стабильности, предсказуемости вашего процесса. Понять, какой уровень дефектности и производительности текущая организация процесса может обеспечить. На основании статистических методов управления компания Моторола в 1986 году выработала методологию 6 сигма. И для полноты картины строго обязательно следует оговориться, какие 6 сигма имеются в виду в Мотороле. Сейчас во всем разберемся. Если верхняя и нижняя границы нормативного допуска проходят по границе, удаленной от среднего значения, на 6 сигма влево и вправо от средней линии гистограммы, то такой процесс обеспечит 3,4 дефекта на миллион возможностей. Такой процесс обеспечит высочайший уровень качества, стабильности. Это тот идеал, к которому следует стремиться. И для этого в 6 сигма есть несколько инструментов. Впрочем, сегодняшнее видео посвящено статистической величине среднеквадратического наклонения или сигме, без понимания которой невозможно понять и управление на основании 6 сигм, о котором я расскажу, если это видео получит хорошую поддержку. Так что поставьте ему лайк, сделайте ему репост. А на сегодня это все. Всем Лина. Увидимся.